В Сочи День пожилых людей отметили масштабно. Концерты и другие мероприятия прошли во всех районах города. Но одним днём празднование не ограничилось. Пенсионерам была уделена целая декада. Наши уважаемые представители серебряного возраста и сегодня остаются активными, позитивными участниками всех основных событий нашей городской жизни. Мы сегодня проведём награждение представителей наших лучших сочинских семей. А награждать старшее поколение сочинцев есть за что. Эти люди, несмотря на возраст, на месте не стоят. Они не только вносят огромный вклад в развитие города, но и участвуют во всяческих конкурсах. Создают как собственные кружки, так и значимые для города секции. Зинаида Грозовская долгие годы руководит объединением ветеранов Великой Отечественной войны вооружённых сил и МВД. Сегодня её признали самой позитивной активисткой серебряного возраста. Объединяем мы идеями, любовью к городу, заботой о нём. Проводим субботники, благоустраиваем пляжи, дворы. Я считаю, вот в этом и выражена наша любовь к городу Сочи. Отметили также самого спортивного, активного пенсионера. Выбрали и супербабушку, точнее сразу четырёх. Ими стали Кигануш Косян, Любовь Лизгинская, Надежда Толстоброва и Изабелла Тюрина. Эти женщины, которые общественную работу успешно совмещают с ролью заботливой бабушки. Также во время концерта все желающие могли присоединиться к харте «Я люблю Сочи». Надо сказать, горожане серебряного возраста делают это охотно. Собирают подписи волонтёры. Они тоже представители старшего поколения. Волонтёры серебряного возраста уже успели поучаствовать во всех событиях города. Помогали проводить и зимние игры. Но впереди ещё много работы. Сейчас волонтёры будут принимать участие в «Формуле-1». Помимо этого волонтёры серебряного возраста принимают участие в экологических акциях, в акциях по народному контролю. Ну и вы все слышали о том, что нашими волонтёрами была проведена акция в мониторинге лечебных учреждений. Здесь же на площади все могли полюбоваться на плоды трудов самых активных бабушек. На празднике развернута выставка-ярмарка «Мастерство и мудрость». Здесь можно узнать лучшие рецепты столений, варенья и выпечки. Также здесь можно постичь секреты мастерства вязания и плетению с бисера. На выставке было представлено множество техник. От ручных поделок и игрушек до ковров и матрёшек. Свои работы здесь продемонстрировали жители всех районов города. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова